Добрый вечер всем еще раз. У нас вторая игра в формате Best of 3. Команда Hellraiser против команды Cloud9. Это ESL1 и это Loser Bracket. Кто проигрывает, тот вылетает. И вылетает вообще навсегда из данного турнира, данного сезона. Но пока что у Hellraiser шансов поменьше, чем у Cloud9. Во-первых, Hellraiser проиграли первую игру и проиграли ее с треском, если так корректно говорить. А во-вторых, Cloud9 просто смотрится серьезней. Cloud9 смотрится подготовленней, сыгранней. И по составу, не устану повторять, Cloud9 действительно мощнее, чем Hellraiser. Прыгнут ли Ашер у нас выше головы? Сможет ли Дредд собрать всю компанию и каким-то одним кулаком шарахнуть по столу здесь в доте? Мы посмотрим. У Cloud9 удивление вообще в пиках. Во-первых, Bounty Hunter, которого забыли давным-давно. В первом матче еще был к тому же Гирокоптер. У нас саппорт Гирокоптер для NoTail'а. Ну и здесь Лайфстиллер появляется. Сколько вообще лет не видел я Лайфстиллера в роли Керри? Даже и вспомнить сложно. Но команда Hellraiser взяли Найт Сталкера. Тоже вроде как время удивлять. Ведь Доктор у них в пике, Квапа у них в пике. И теперь вопрос, будет ли Артес у нас играть на Квапе на легкой линии, а Найт Сталкер будет в миде для Афонинджа? Или это все-таки Найт Сталкер будет фармить на легкой? Ну НСу несложно, я думаю, будет отстоять мидлейн против... А против еще непонятно, против кого. Мидлейнера нету, команды Cloud9. Сейчас только пятым пиком будут забирать. Команды Hellraiser в принципе нет оффлейна нормального. И сейчас Клауда будут, собственно, этот оффлейн банить. Но Бристлбек у нас еще не в бане. Баратрума, кстати, забанили. И забанили Клауда Луну. У них какое-то свое представление команды Hellraiser. Но то, что читают они команду HR получше меня, в этом я не сомневаюсь. Прошлый Ласт Бан и Ласт Пик Клауда угадали на ура. Кто куда там пойдет у HR-ов. Ну и, возможно, сломали стратегию, потому что Гаддем остался без линии. Горец тоже остался на линии абсолютно недееспособным, бесполезным, нищим, без денег, без артефактов. И, по факту, Бристлбек, который вроде бы должен до мидгейма наводить ужас на соперников, просто бегал и просто умирал. Что будет сейчас, посмотрим. Hellraiser забанили Шторм Спирита. Мидера у Клаудов пока что до сих пор нету. Ну и по данному пику... Да, Пак, почему бы нет? Нет, Templar Assassin. Что-то ТА крутилась на языке, в итоге подумал, что можно было бы неплохую комбинацию сделать с Лайфстиллером. За счет Пака забрали ТА. Клауда у нас просто хорошо дамажащая серьезная стратегия. Клауда, кстати, с Баунти Хантером уже чудеса творили. И Na'Vi на четвертом Интернешнале, если я не ошибаюсь, просто погибли от этого Баунти. Что Баунти с ними сотворило, это жуть была полная. И там Баунти в паре, по-моему, со Скайра с Магом. И еще и дополнительно туда Клокверка приписать. И я помню эту жуткую стратегию. Тогда Баунти Хантер для Клаудов был великолепен абсолютно. Ну и Hellraiser забирают последним пиком Эмбер Спирита в мид. Все-таки Афонин же пойдет в мид на Эмбер Спирите. Это будет не Квапа, это будет не Найт Сталкер, это будет Эмбер Спирит. Артес все-таки забирает Квапу и Горец на Найт Сталкере отправится у нас на сложную линию. Дреда надо приставить Горцу 100%. Вот вообще, даже не сомневаюсь в этом. Найт Сталкер будет давить, дамажить и пытаться, я так понимаю, с первых минут навязать Драку. И там, где Драка, там должен быть Афотик Шилд от Дреда. Это сугубо мое личное мнение, которое является 100% верным. Мизери играет на Скориас Маги. Ноутейл забирает у нас Баунти Хантера. Лайфстиллер будет специально для Этернал Энви. Фата на мидлейне у нас на Темпер Оссасин. Ну и Бэтрайдер в сложную. Баунти, я думаю, без Лайна будет вообще. Мизери постоит где-то рядом с Лайфстиллером. А Баунти будет постоянно бегать и мучать каждого на каждой линии. На то он, собственно, и Баунти Хантер. Что все, игроки разобрали своих героев. Баунт Севен уже бежит на сложную. Ну и Биг Дедди побежал у нас на сложную. Но это, скорее всего, просто завардить. Завардить спот и нормальную жизнь организовать у нас Баунт Севену на сложной линии. Команда Хэлл Рейзер без массовой вылазки во вражеский лес. Решили, я так понимаю, не ввязываться в драку на ранних лвелах. А удивительно, почему. Горец уже с одним вардом пошел блочить, как я понимаю, спот крипов. Но здесь есть Лайфстиллер, который Горца ждет прям очень сильно. Все, уже вкачал здесь, кстати, Фист у нас Лайфстиллер. Ну и просто один удар шарахнул у нас по Горцу. И все, и отходит. Драться против Даблы не будет или будет? Будет. Никуда у нас Тернолэн не отходит. Но он получал нормально по хребту. Отсюда отвалил. Артез на легкой линии пока что обосновался. Биг Дедди уже гуляет по вражескому лесу, как у себя дома. Где вард поставили? Вард поставили игроки команды Хэлл Рейзер здесь, чтобы контролировать вообще приходы и уходы Бон Севена в зону поражения. Бон Севен будет опять же здесь не сам. И где-то подспамить тоже Квапу смогут. Квапа, я так понимаю, стоит в соло. И Трипла отправляется на нижний лайн. Будут всячески саппортить Найт Сталкера. У Квапы легкая линия. Квапа имеет все шансы отстоять на ноль и отстоять с нормальными артефактами. Если здесь, конечно же, Баунти Хантер и жизнь не испортит. Но все к тому ведет. Эмбер Спирит от Афониджи на мидлейне против Темплара Сасси. Флейм Гвард уже прокачал у нас Афониджи и постепенно должен у нас рефракшн где-то подзбивать у нас Темплара Сасси. Ну что, выходит Мизери на Афониджи. Афониджи отсюда уходит. Второй левел получил, чей нами Мизери привязал и бежать отсюда как можно быстрее. Горец фармит на сложный. Против Горд состоит Лайфстиллер, а вот Лайфстиллеру жизни не дать. Это вообще святое дело. Ну и дабла на мидлейне у нас Фата стоит и стоит под опекой Мизери. Скайросмак отсюда пока не уходит и Годдем приходит на помощь Афониджи. Годдем нашел свое место, в прошлой игре так не было. Баунти Хантер Экспу получает. Пока Файт не ввязывается. Ну где-то сейчас продамажит того же Артеса. Откуда, кстати, у Артеса Вижен. А вот откуда Вижен. Все, в принципе, по вардам здесь все нормально у нас у команды Хелл Рейзер. С квапа подставляться не должна. До шестого левела так тем более. Афониджи в миде. Три на один, шесть на один у Фаты. И гоняет Эмбер Спирита жутчайшим вообще образом. Эмбер практически без ХП у нас. Боттл, где-где Боттл. Лев у нас ничего никуда никому не принес. Да, у Эмбер Спирита есть уже Боттл. Прокликал вроде не было. Там что-то с Боттлом, какие-то махинации происходили. Три на один, Афониджи. Десять на два Фата. Кое-как надо хоть собираться. Я не знаю, у команды Хелл Рейзер шансов что-то сделать с недофармленным мидом. Это проблема сто процентов. Уже здесь Биг Дэдди. Уже готов сражаться. Еще и в спину заходит здесь Мизери. Мид решили полностью выиграть. И загнобить у нас Афониджи настолько, насколько это возможно. Хаста у нас на нижнем руне для Афониджи. Ну и баунти для Темплера Сасси. Двенадцать на три ТА. И пять на один Эмбер Спирит. Биг Дэдди. Уже готов у нас плюнуть в Афониджи. Так, Афониджи цепляют. Ну и что? И можно попробовать забрать Биг Дэдди. Вижен есть. В принципе, вард стоит. И под хостой Афониджи. Как ему больно. Черт возьми, а? Бегал за Биг Дэдди. И просто-напросто слился. Фёст Блад на ровном месте. Бегал вокруг Темпларки за Баунти. И Баунти нормально размансил. В это время Фата настрелял он, ну, полную за пазуху вообще. Мда, начало для Хэров опять не радужное. В прошлом матче примерно та же была ситуация. Хэры, кстати, это начало. Начальные свои фраги ни во что не превратили. По-моему, пять или шесть убийств за всю игру. И двадцать семь раз умудрились слиться. Фата на ЛУХП отсюда уходит. Тысяча по золоту уже есть у Фаты. Ну и, я думаю, фейзы где-то уже должны лететь. А там банку несложно будет прообосить. Фонни же пока без фистов. Правда, есть Флэйм Гвард, есть Чины. Если привязать Темпларку, то было бы неплохо. Опять уже с фуловой банкой Темплар Ассасин. Табузит эту схему с ТПшкой и Ботлом. Прилетел с ТП, взял Ботл, Ботл пополнился. Прилетает ринг у Факвила, Фати. Нет, это не Фазы на ранних левелах. Через Аквилу пошел у нас Фата. Ну что, будут пытаться забрать Темплар Ассасин и все хорошо. Каски два раза по Фате разлетаются. И Гаддем уже не стал Афонни же оставлять фраг. Там не по шансам, потому как тапка до сих пор нет у нас у мидера команды Хелл Рейзер. Первый фраг сделали. Забрали Темплар Ассасин. У нее, по-моему, был топ Нетворс на карте. Да до сих пор у Фаты топ Нетворс на карте заработали прилично так денег. И что приятно, что заработал их саппорт, который может себе позволить хоть что-то. То есть умирать как можно реже. Афонни же под Афотик Шилдом. Дальше за Этернал Энви. Ну и бежать лучше бы отсюда Афонни же. Это вообще не по шансам. Афонни же под Слэйм Гвардом. Бежать отсюда не подставься только под Пси Блейдс. Афонни же дальше за Фатой. Дредд на лоу ХП. Всех можно развалить здесь. Не подставляйтесь же вы под Фату. Что вы делаете? Ну и здесь уже Биг Дэдди. И Горец пришел на подсейв. Развалили Эмбер Спирита. Дредд на лоу ХП. Дредд, скорее всего, умрет. Дредд умирает. И Горец пошел наваливать Фати. Это, наверное, себе дороже. И Мизери в спину. Как вообще Мизери? Мизери играет за Радиант. Почему он все время оказывается со стороны Т2 команды Дайер? Мне вообще непонятно. Мизери такой дотошный на этом мидлейне. Так достает всех, кого только можно достать. Ну что, разменялись там не очень удачно. Для команды Хелл Рейсерс по золоту ХР проигрывают. Хотя и немного. 250 по золоту, по экспириенсу 250 выигрывают. У Артеса по крипам 17 на 3. У Бэтрайдера 19 на 3. Артес в соло проигрывает Бэтрайдеру. Давным-давно отсюда ушел Биг Дэдди. И тут даже не отмажешься, не спишешь на то, что дабла стояла. Аппонент же цепляет. Аппонент же на лоу ХП. Ремнантов нет, потому что тут пятый левел. Куда тут, собственно, какие ремнанты? И бежать надо своим ходом хотя бы. В Баунте уже, как-никак, практически четвертый левел. Горец на нижнем лане. 29 на 16. Давайте глянем на крипстат. У Горца первый крипстат. Второй крипстат на карте у нас у Фаты и у Артеса. Делят между собой второе место. Что приятно, это то, что без фарма вообще лайфстилер. 6 на 0. Этернал Энви. Куда ему выходить? Примерно как Горец себя чувствовал в прошлой игре. За 6 минут всего 6 крипов. У Горца, наверное, дела еще и хуже были. Стоу Горца уже есть ПТ. Есть 520. У нас ночь наступила. И посмотрим, на что способен Баланар. Выход в мид. Здесь есть и Биг Дэдди. Здесь есть Фата. Биг Дэдди, в общем-то, полакомий кусочек. Но попробуй зацепи опять же его. Все время бегает Венвизи. Так, Квапа у нас в это время погибает от Бон Севена. Как просто развалили у нас Квапу. Даже не успел переключиться на нее. А Фониджи на мид лейне. Встрает Фату. И Фата, кстати, может еще одни каски поймать. Но прыгни же ты на этого Фату, а. Каски отказываются прыгать у нас на Фату. Фониджи дальше побежал за Темпларкой. И догорает. Догорает. Подхилл пошел от Гадема. Фониджи переагрил Тауэр. Выжили. Ну, забрали Темплара и потеряли на топ-лейне Queen of Pain. Размен в любом случае в пользу команды Hellraiser. И Найт Сталкер фармит 32 на 19. Топ Крипстат на карте. У Артеса есть Соник Вейв. У Найт Сталкера какой там левел. У Горца пятый, практически шестой левел. Можно попытаться поймать Бон Севена. Ну, тут Файерфлай. Тут вообще не по шансам абсолютно. Ну что, пошел Горец погореть Файерфлай немножко. Интересно ему. Артес тоже наполучал неплохо по голове. Ну и Бэтрайдер вынужден лететь на собственный фонтан. Пополнить банку. И до Даггера, кстати, совсем немного остается Бон Севена. Но еще, я думаю, минуты 3-4 Даггер будет. Фониджи смещается на нижний лайн. Гадем остается фармить на мид лейне. Получать левел, получать экспириенс. И к шестому все ближе и ближе у нас Витч Доктор. Важный герой в составе команды Хелл Рейзерс. Решили посражаться за руну с невидимым Баунти Хантером. Ну что, привязали у нас Баунти Хантер. Где Флейм Гард? Флейм Гард еще 3 секунды. Нет Вижена. Нет Вижена, собственно, нет ручек, нет конфетки. Уходит у нас Бон Севена. Кстати, нет, Бон Севена забрали все равно. Отдается... Нет, Бон Севена... Бон Севена... Биг Тедди, конечно же. Биг Тедди у нас отдается Рошану. Так что этот фраг вообще не считается. Хастана Афониджи. И реализовать ее никак не получается. Какой-то разброт и шатание в составе команды Хелл Рейзерс. Не могут собраться вместе в кучу и какой-то вменяемый файт организовать. Все это как-то больше похоже на серьезный, конечно, качественный, но тем не менее паб. Далее немножко кислорода Лайфстилеру. Шестой левел у Этернал Энви уже имеется. Ну и все, так напугали сильный Этернал Энви, что он со старта просто рейдж и бежать отсюда. По кустам все ест. Просто панику посеяли вообще в глазах Лайфстилера. Что такое? Ну-ка. Дотка, живи. Подлагала немножко дота. Вроде бы... Вроде бы все, да. Разлагала. Фух. Баунти Хантер у нас сыпется на мидлейне. Под Вардом еще раз решил прогуляться в Биг Дэдди. Ну, в этот раз Биг Дэдди не такой полезный, как был в той игре. Там он не давал жизни Горцу, здесь он не дает жизни своей команде. Третий раз уже сливается и все больше и больше золота капает для Хейеров. Пока что они 300 по голде выигрывают. По экспириенсу 1500 тоже в их пользу. Собственно, ожидаем ночи, что там Найт Сталкер организует посреди ночи. Сейчас, в принципе, игра более-менее устаканилась. Там по фарму, по экспириенсу разница небольшая между командами. Но необходимы серьезные врывы от Найт Сталкера. Какой-то дисбаланс вообще внести в стан команды Клауд Найн. Потому что все так медленно, размеренно и спокойно у Клаудов происходит. Если Баунти Хантер не идет умирать, то и команда Хейер особенно не стремится убивать своих соперников. Ну вот, вроде, первая вменяемая вылазка на мидлейн у нас может организоваться. Уже есть Дез Вард у нас у Вич Доктора. У Дреда пока что пятый левел. Афотик Шилд в три вкачен. Афоне же можно врываться. Четвертый Флэм Гвард, тот же Афотик Шилд. А у Е-дэмэдж вполне себе приличный. Биг Дэд уже здесь. Уже опять партизан Дота в лесах у нас. Артес влетает и что, увидели Биг Дэдди или нет? Не видят? Покликали по Биг Дэдди. Просветили его и скорее всего четвертый раз у нас умирает Баунти Хантер. Где Шадоу Страйк? Шадоу Страйка не будет. Ну и без этого должны забирать у нас Баунти Хантер. Артес забирает этот фраг. 1-0 кда на данный момент у Артеса. Фата перемещается на Эншентов. Как раз настало время Фаты. Без фазов играет Фата. Без, думаю, в итоге, конечно, с Даггером. Ну, фейсбутс. Постепенно, я смотрю, у нас этот тренд отходит. Готовится врываться уже Бон Севен. Есть у него Даггер, есть Лассо под Флэйм Гвардом. Утаскивает Гадема. Ну и сюда сразу же подсейф от Афониджи. Можно поймать Бон Севена. Только появится Нутейл. Соберет на себя все каски. Можно будет попробовать его забрать. Так, Афониджи врывается у нас на Бон Севена. Афониджи под Сайленсом. Но Флэйм Гвард провязал. Должны Бон Севена забирать. Еще чуть-чуть. Один удар Бон Севен. Уходит в кусты Бон Севена. Отпивается. И мне кажется, Афониджи здесь приплыл. Как же неприятно. Упрыгивает у нас под собственный тавер уже Бэтрайдер. Афониджи разобрали. И Гадем единственный, кто здесь остался. Сражаться. Ну и плюс, конечно же, иллюзии. От мидера команды Хеллрейзер. 6-7. Разменялись 1 в 2. В это время, кстати, у нас где-то в другом месте умер. Да? Абадон. Абадон не на топ лейне. Потеряли, короче говоря, мидера и забрали в пятый раз Баунти Хандера. Ну, размен явно неравноценный. Что, пока герои у нас разошлись на свои половины карты, давайте пробежимся по артефактам. Все-таки уже 13-ая минута подходит к концу Эмбер Спирита. Уже есть Пауэр Трэдс, есть Боттл, есть Брасер. У Абадона ничего, полный голяк, Буцов Спид в Курьере ничего для Дреда не имеется. У Кваппы, Нул Талисман, Пауэр Трэдс и Боттл. У Вич Доктора, Урна в Шадоус и все, пока что больше ничего. Кстати, появляется у нас Даггер у Темплар Ассасин. Для Найт Сталкера уже есть готовый Вангвард, Пауэр Трэдс, Танго и где Урна, где Доминатор. Где Арт Стайл Стайл, Бэтрайдер с Даггером, Боттлом, Бутсов Спид, ну и 550 на руках. У Скайра Смага Тухляк такой же, как у Дреда. У Баунти Хантера есть Транквилы, только-только появились орпов в Веном и по деньгам провал полнейший. Еще бы 5 смертей, еще бы не провально играл у нас Ноутейл с данными статами, вообще было бы удивительно. У Фаты имеется Даггер, есть ПТ и есть Рингов Аквила. Ну и последний герой, якобы мейнкерри команды Клауд Найн, но очень сильно загнанный мейнкерри. Лайфстилер, у которого есть Фейсбут Си и Стаут Шилд из серьезных артефактов, ну и 1100 по золоту. Бон Севен уже взял на борт у нас Найт Сталкера. Как только кто появится, я думаю, Найт Сталкер свое дело сделает, наконец-то станет полезным для своей команды. Пока что не умирал ни разу, убивал тоже никого вообще на карте. Теперь в Бэтрайдере сидишь, ждет своего часа. Забрали в это время игроки команды Хелл Рейзерс на нижнем лайне Т1. Бета 1000 по голде имеется уже Транквилы, пока Бэтрайдер себе не приобретает. И толком непонятно почему. Горца 750 по золоту. Ну, команде Хелл Рейзерс надо начинать пушить товара. У них есть некое преимущество по каким-то артефактам. Ну, крепкий Найт Сталкер, опять же, под подсейвом Дреда. У них есть по скиллам вполне вменяемое преимущество. Гаддем с Десвардом, каски четвертой. Файт можно удачно организовать. Наверное, даже и проблемы в этом никакой нет. Один-два каста и судьба решится. Ну и квапа, опять же, с четвертым Стрим оф Пейн, Соник Вейвом. Почему бы не ворваться? Что-то подобное Хэры у нас придумали, вышли на мидлейн. Правда, не стали ничем отвечать абсолютно игроки команды Клауднайт. Артея сврывается у нас на топ лейн. Ну и все, и здесь и остается. Очень простая схема. Лассо, Мистик Флеер от Скайра Смага. Ну и там уже Лайфстиллер расковырял. Ну что, Боун Севенс за свою дерзость-то поплатился. Сюда вообще подошел, говорит Найт Сталкер. Разорвали у нас на топ лейне Бэтрайдера. Бежал через Файерфлай, пытался через Глиф перемахнуть. Не получилось. НС забирает этот фраг. И по золоту, кстати, Найт Сталкер, в общем-то, неплохо себя чувствует. 5400 у него Нетворс. На первом месте Темплар Ассасин. 6600 у нее. Ну и Бэтрайдер 5300 насобирал. Дальше уже идет Квапа, которая фармила в легкой, но хуже Бэтрайдера на 800 по голде. Не критично вообще. Совершенно. Тем более, что Квапа будет фармить гораздо мощнее дальше, чем Бэтрайдер. Бэтрайдеру главное до Даггера было насобирать, а там фарм постепенно на второе-третье место отходит. Все уже на врывы будет организовываться. У Баунти Хантера рецепт на Сул Ринг. Вот так вот решает распорядиться своими деньгами у нас Сноутейл. Ну и шестой левел есть для Баунти, но он в стоп-треке. Это неприятно для команды Хелл Рейзерс. Они прекрасно знали, кто будет играть против них, поэтому... Этому ничего тут удивительного нет. 8-8 счет по золоту 500. Клауд Найн по экспириенсу 1000. Ульта пошла у нас от Горца. Еще один трек от Ноутейла, теперь по Афонидже. Просветка есть у Горца, поэтому не рискнет, я думаю, сюда подойти Ноутейл. Да и Бун Севен тоже вряд ли ворвется. Все-таки три героя, даже четыре героя. Чем отбиваться от надоедливого Бэтрайдера, я думаю, прекрасно ребята из Хелл Рейзер знают. Фата пошел на Роху. Есть ДД, в принципе, в батле у нас у Темплара Сасси, но в Соло не рискнул на Роху идти. У Лайфстилера появляется Хэнк. Хэнд оф Медас, уже даже раз проюзал у нас Этернал Лайн виданный артефакт. Ну, Лайфстилер на топ-5 по Нетворцу. За 17 минут загнали беднягу на легкой линии. Примерно так же ситуация протекает, как у Квапы, протекала на легкой линии. Только здесь жизнь не давал у нас Лайфстилеру гориться, а там Бун Севен накалял. Всем, чем вообще Бэтрайдер может накалять. 7 секунд у Фаерфлая и, скорее всего, будет врыв у нас в Горца. Надо уже подходить к команде Клауд Найн. Бун Севен, я думаю, готов начинать летать. Прокликали игроки Клауд Найн по своим оппонентам. Ну и все, и удачно для команды Хэр, что они умудрились отсюда отойти. Фаерфлай от Бун Севена. Дальше на Тауэр. Быстрее пропушить и попытаться забрать Тауэр. Будет ли разворачиваться команда Хэр, это вопрос. По фоне уже появляется Алтимейт Орб. Фата, все-таки вышел на Рошана. ДД уже практически заканчивается. Ну и я думаю, Фате не по шансам. Еще один баш давай. Роха тут нормально, Фату расковыривает. Нон-стоп баши. Фата еще может и отъехать от Рошана. Вот смеху-то будет. Ну хоть кто-то бы знал. Квапа, например, или... Да кто угодно. Или тот же Афонин же. Ворваться бы сюда. Ну никто в Вижена не имел на Роху. И ситуацию не законтролили Ашеры совершенно. Теперь Фата будет с Аэгисом. Теперь будет неприятно убивать Темпларку. Хотя и раньше вряд ли это было приятно. Ну что, у нас пауза. Давайте посмотрим, как дела по экономике. Клауд Найн тысячу с копейками выигрывает по золоту. По экспириенсу две с лишним тоже для команды Клауд Найн. Ну и по вещам давайте посмотрим, может, у кого что интересно. Ultimate Orpum, в принципе, Найбер Спирити уже видели. У Дреда есть Солринг, есть Ранквил Буцы. 400 сверху. У Квапы 2000 по золоту, Пауэр Трэдс и Нул Талисман. Что будет выходить здесь Квапа, это вопрос. Ну, я думаю, не лишним будет выйти в Оркет. Потому как назойливый здесь Кайросмаг замучает всех вообще. Всех и всем. Каждый из скиллов неприятен, в файте действительно дисбаланс вносит. Ну и Вич Доктор уже приобретает себе урну Magic Wand. И есть Ранквилы 800 сверху по золоту для Гаддема. Ситуация более радужна, чем в прошлом матче. Там бедняга на Бестмастере просто терпел-терпел, пока не развалили трон в команде Hellraiser. Горец 2000 по золоту, Вангвард есть, Пауэр Трэдс для Найт Сталкера имеется. Пока что Уронов Шадоус не покупал и есть подозрение, что и не будет. Бэтрайдер с Даггером и Форстаф в принципе уже готов, только осталось купить рецепт. Пока что бет у нас не тратится. Мизери без ничего толком. Тапок и Нул Талисман, ну и Сейдж Маск. Дальше превратится у нас, как я понимаю, в Уронов Шадоус. Темплер Ассасин. Есть Транквилы, есть Блинг Даггер и ПТ. Ну и Боттл, конечно же, тоже для него. Ну и у Квапы появляется Хэнд оф Медас. На 19-й минуте, ну, Хэнд оф Медас на 19-й минуте лучше в принципе, чем вообще отсутствие фарма до 30-й, до 40-й минуты. Квапу тут фарма лишали на ранних левелах. Сейчас, я так понимаю, Артез тоже не особо верит, что дадут ему фармить. Лайфстилер Амедас уже юзается тысячу раз вообще. Покупает себе барабан Этернал Энви. Так, Роха... Ой, Роха, какой Роха. Горец у нас провязал ульту и разбирает в это время у нас, кстати, Вич Доктор. Зачем ульта пошла у нас от Найт Сталкера? Как понимаю, просто на всякий случай. Горец пытается выйти на Бун Севена, но Бун Севен знает, что его, в принципе, ожидает. Блинкаут и ТП-аут отсюда. Фата с тремя тысячами по золоту уже на руках. В принципе, по-серьезных артефактов у Фаты так и не появилось. 20-я минута. А Фата у нас первый по фарму. Почему бы денег не иметь на руках? Ну, пора уже, наверное, что-то приобретать. Я думаю, Фата пойдет в какой-то ультра-демедж для Темплара Ассасина. Именно в Дезолятор. И тут Смелда. Я думаю, пополам будет разрывать что Вич Доктора, что Квапу. Потому что Квапы на ХП нифига особенно и нет. Один Хэнд оф Мидас от невероятного понижения дефа и демеджа у Темплара Ассасин не спасает. Ну и немножко совсем осталось. До Дезолятора всего лишь рецепт. Собирать на два Митрилхаммера у Фаты, точнее, на Темплара Ассасин уже имеется. 9-8. По золоту. Так, ворыв у нас пошел на горца. У Бон Севен только-только отказался лассо. Ну и сразу горца в это лассо и отправляют. Ну и ДД опять для Темплара Ассасин. Так вперед, кстати, на данную руну у нас Фату. Прямо завидно аж. Этернал Энви. Крипа влез и скрипа вылез. Этернал Энви будет цеплять. Через фисты, кстати, Афонид же заивейдил. У нас Сурикен от Баунти Хантера. Но здесь Фата. И Фата просто с руки Гадема разваливает. Десвард по Фате бьет. Но и Фата, скорее всего, переживает. Хотя нет, Гадем-то выжил. И Фата выжил. Ну все, Гадема развалили. Фату тоже должны забирать. Это только потерянный Аэгис. Трипл килл Темплар Ассасин здесь. Просто на один Аэгис. Ну и Этернал Энви. Он и так не жилец уже был здесь. Баунти Хантер тоже у нас, в принципе, создан для того, чтобы умирать. Все-таки Саппорт Баунти Ромищи, который... Если будет выходить в артефакты, то гораздо позже. Ну а вот буст для Фата. И это вот то, о чем я вам говорил. Это то, что команду ХР сейчас в большей степени с землей сравняет. Курьер уже несет Дезолятор у нас. Мидеру команды Клауд Найн. И вот для Квапы, которая блинканется куда-нибудь поближе к Темплар Ассасин, это проблема. Квапы, которая блинканется у нас от Темплар Ассасина, и в которой Фата на дагере прилетит, это тоже проблема. Вич, Доктор, сами видели. Три удара пока было без Дезолятора. С Дезолятором там Дезвард 2-3 секунды будет стоять. Это предел вообще. Просто с руки Горец. У нас ловят Сайленс. Миссик Флеер у Мизери есть, но нет маны на него. Мана откадешилась у Мизери. Нет, нет, нет. Маны до сих пор нет, но Горцу и так будет достаточно. Горца подхиливает. Кстати, Дредд у нас с Горцей. И Афотик Шилд на него повесили. Горец разворачивается, готов драться дальше. Забирают здесь Скайрос Мага. Даблкилл от Ортеса, Скайрос Мага и Баунти Хантера здесь развалили. Ну и Горец выжил. Каким-то дичайшим вообще чудом Горец выжил. Это чудо зовут Дредд. Сначала подхилл за счет Койла, а потом и Афотик Шилд. Удалось всех голубей, все сопли от Скайрос Мага пережить. И Дредд фактически Горцу спас жизнь. А может и какой-то небольшой камбэчик доорганизовал для команды Хелл Рейзерс. Сейчас графики обновятся, посмотрим. Ну и Ортес здесь нормально ворвался. 2600 уже имеет по золоту. Фатон начинает штурм Таворов. Соло никого рядом вообще нет. Фатон ничего не боится. У него есть Рефракшн, у него есть Даггер. Чего ему бояться? Он сейчас в Мелт спрячется и просто дождется здесь Горца. Наверное, расковыряет его. Опять же, Ноутейл уже здесь. Горца будут забирать. Фата врывается у нас на Горца. Ну и Горец бежать отсюда. Все-таки ночь на дворе. Попробую еще поймать Энесса. Афониджи под трэпом. Фата сразу же врывается на Афониджи. Через чейн двоих привязали. Ну и через свисты кое-что заивейдил. Все-таки у нас Афониджи, но ХП очень мало. Артес, погоня за Фатой. Трэп под ноги, все. Вся команда Хелл Рейзер в принципе нелегкоатлеты здесь. Уже бежать за Фатой бессмысленно. Ну, квопы есть блин. Квопа разобралась у нас с Баунти Хантером. Если раньше Баунти умирал у нас от Рошана Нейтралов, сейчас сыпется от героя. Ну, здесь Артеса очень быстро разорвали. Тут Лассо от Бэтрайдера. Мистик Флэр так и не юзает. У нас Кайрос Мак. Есть, в принципе, кому дамажить. Лайфстиллер за счет Инфеста. Ну, там квопа еще на ранних этапах файта. Уже с меньшей половиной ХП остается. Надо как-то укомплектоваться квопе в ХП. Я даже не знаю. Юл не то, что Квинов Пейн спасет у нас от Роскаста Бэтрайдер плюс Лайфстиллер. Лайфстиллер примерно понял, что он не боец вообще. Бить руками пока что не способен. И все, что он делает за счет Инфеста, вместе с Бэтрайдером разрывает всю команду ХР поочередно. Афонинжи цепляют здесь. Ну и все. Улетает Эмбер Спирит. Переживает. Сайвенс улетает на Ремнант. Яша и Манта Стайл. Все. Осталось только докупить у нас Блэйд оф Аллакрити. Так, Блэйд оф Аллакрити, точнее Афонинжи, только-только рассказал, как хорошо идут дела у нас у Эмбер Спирита, а Эмбер сливается. Блэйд оф Аллакрити откладывается еще на 800 голды. Соответственно, Манта Стайл тоже. По золоту команда Клауд Найн сильно выигрывает. Очень сильно. Три первых места по Нетворцу за командой С9. На первом месте Фата 13,5. На втором у нас Боун 7. На Бэтрайдере уже есть Даггер, уже есть Форст Став, Бутс оф Тревел и Масков Мэднес для Бэтрайдера. Ну и Лайфстилер выходит кое-как, но выходит у нас на третье место. Это тот Лайфстилер, которого заставили бомжевать и есть Мусорника, который у нас спал в Канаве на ранних левелах. Не знаю, который донашивает штаны за своим младшим братом. Теперь этот Лайфстилер у нас топ-3 на карте. И Артес, который фармил в легкой, несчастный абсолютно. На четвертом месте Найт Сталкер, который тоже вроде бы загонял у нас Лайфстилера на сложной линии, тоже бесполезен абсолютно. Ну и Эмбер Спирит по золоту. Эмбер Спирит Мидлейн. На тебе, 7000 за 26 минут. Да, ситуация нелицеприятна. 14-14 по фрагам, но это вообще не соответствует действительности, потому что 8000 уже по золоту Cloud9 выигрывают. По Экспириенсу они тоже выигрывают 8000. У Артеса когда уже начнутся артефакты в ХП? Не переживает у нас Бэтрайдера вместе с Найксом. Это как-то просто несерьезно. Афониджи. Сразу же у нас пошел инфест от Этернал Энви. Афониджи улетает на Секрет Шоп. Ну и погоня пошла за Дредда. У Дредда есть ульта, Дредд выживает. Артес тоже отсюда отблинкивается. Но легким испугом оделась Горец. Куда же ты, родной, прилетел? Под Мистик Флэером Горец, в принципе, тоже выживает Гаддем. Но где Каски, где Дезвард? Дезвард пошел по Фате. Фата под БКБ, Фата уходит отсюда. Куда ты уходишь, Фата? Фата у нас никуда не уходит. Фата отправляется в таверну. Афониджи погнал Мизери. Еще один Фист от Афониджи. Вот это, я понимаю, развалили. Лайфстилера убили, убили Скайросмага и убили Фату, что наиболее, наверное, приятное. По итогам файта. 2.600 Hellraiser заработали по золоту и 4.500 по Экспириенсу. 14.17. Ну, теперь-то можно и камбетчить. 7.500 было, так даже где-то 8, наверное, по золоту было в пользу команды Cloud9. Теперь, ну, где-то 6.500. И по Экспириенсу тоже ниже 5 спускается показатель преимущества команды Cloud9. Хэры сразу же реализовывают численное преимущество. И на Рошана. Быстро, быстро, быстро. Просветить и все. Здесь крыса. В трюме завелась крыса. Надо ловить Ноутейла. Слоутейл такой парень, который быстро сопрет этот Эггис. И что с ним потом делать? Так, у Бонсевана уже есть Лассо. Цепляют у нас Гадема. Сразу же Афотик Шилд от Дредда. Ну, Дредд, конечно, работает молниеносно абсолютно. Скорая помощь по имени Дредд. Сразу же. Дефибриллятор и... реанимировать каждого из героев. Ну, тут вы видели. Если Дредда рядом нет, то Лассо вместе с Инфестом от Найкса, это верная смерть для любого героя. Думаю, Афонин же тоже здесь будет терпеть. Ну, на Тоун и Абадон, конечно. Чтобы везде пригодиться. Вспомните, как Дредд у нас подхиливал того же Горца на топ-лейне. И, наверное, с этого момента как-то по щам отхватили у нас Клауд Найн. Поняли, что не все здесь дозволено. Ну, и не покидает надежда команду Хелл Рейзерс выйти на Рошана. Как ни крути, все равно, конечно, ХРы по золоту проигрывают и где-то по дэмэджу тоже у нас льются. Больше мне нравится все-таки рассказ команды Клауд Найн. Есть кому АОЕ дэмэдж колоссальные наносите. А в составе команды Хелл Рейзерс только такие. Индивидуальные у нас бойцы. Где-то в соло, где-то 1 на 1. Го 1 на 1 на руну. Вот такого типа. Так, Ноутейла поймали. И Ноутейла быстренько, очень быстренько разбирают. Трек перед смертью только по Горцу бросил. Но здесь Афотик Шилл, трек спадает. Дредд тут палочка-выручалочка. Вообще в любой ситуации Дредд со своим Афотик Шиллом зарешал 100%. Дредд не гоу стрим, Дредд гоу Афотик Шилл. Сэнджин Яша появляется для Лайфстиллера тем временем. Ладно, пока у нас команды немножко разошлись по своим углам. Давайте глянем, что по артефактам. Лайфстиллера Сэнджин Яша уже летит. Есть также у Этернал Энви у нас Драма Фендеранс. Мы это все видели. Медас и Фейсбут Сью. Темплар Ассасин. БКБ 9 секундный. Дезолятор 2.100 на руках. Я думаю, пора уже как-то подумать и Аманта Стайли. Все-таки уже время к этому идет. Баунти Хантер. Несчастный-несчастный. 1600 есть на руках. У Скайра Смага появляется Юл. У Мизери в принципе не грейжен и тапок, но у Талисман больше пока ничего. У Бэтрайдера по золоту все относительно неплохо. Бэт у нас топ-2 на карте. Кто вообще позволил? Как это возможно? Бэтрайдер. На Даггере и на Форстафе обычно Бэтрайдеры у нас останавливаются. Но здесь у Бэтрайдера уже имеется Блинк Даггер, есть Форстаф, появляется Персик. Персик, скорее всего, в линку. Хотя есть подозрение, что Бэтрайдер... Ну, опять же, при удачном раскладе, если денег капнет Бэту в одном файте чуть менее чем дофигища, можно подумать и о Рефрешер Арбе. Два Лассо вообще не лишним будет. Опять же, если Бэтрайдер у нас по мане вывезет. Но это дело, в принципе, Бон Севена не мое. Найт Сталкер у нас уже с Аганимом. Есть Ван Гвард поношенный. Ну и Пауэр Трэдс вместе с Гемом. У Вич Доктора только-только Геосептер появился. Больше пока ничего у Квапы. У Квапы уже готов Аганим. Артес кое-как к 30-й минуте созрел у нас на Аганим. Ну вот вам, пожалуйста, Хенд оф Медас. Ну и Юл у Квапы как был, так и остается. У Абадона есть Даггер. Вот зачем, собственно, он... Не вот зачем, в смысле, а да. Действительно, Даггер здесь нужен. Потому что Дредд нужен всегда, везде и каждому. До сих пор, кстати, Афониджи отображается красным крестиком на миникарте. Верните все как было. Афониджи, вернись. Ладно, ничего, будет особенным. У Афониджи по артефактам. Есть Манта Стайл. Есть ПТ, Брасер. И больше, в принципе, ничего. 1100 только по золоту. Ну, Дредда, Даггер, Солу Ринг и Транклил Буци. Мы все это, в принципе, видели. Итак, у нас пошел врыв на Артеса. Дредд здесь, ну поймай же ты Артеса. Дредд под Сайленсом. Дредд не может дать Афотик Шилд. Артес отсюда уходит. Подходит Гаддем. Сильно битая у нас Квапа. Под Мистик Флеером Горец. Рассыпается. Дальше погоня за Горцем. Фата у нас Горца никуда не отпускает. Гем выпал. Гем забрали. Дальше драка против Артеса. Потеряли Баланара. Со стороны команды Клауд Найн забрали. Забрали здесь Бон Севена. Артес дальше. Гнать у нас Скайрос Мага. На тебе Соник Вейв под хвост. Ну что, 2 в 1 разменялись. 20-15. Команда Хэйр. Вроде бы Горца и потеряли. Но забрали Бэтрайдера. Бэтрайдер топ-2. Нетворц на карте. Был. Теперь Артес наконец-то занимает свое законное место. Отправляется на вторую позицию. Прямо за Темплар Ассасин. 3000 по золоту у Фаты. Как его остановить вообще непонятно. Хотя, опять же, перефармленная Темпларка это не перефармленный Афониджи на Эмбер Спирите. Но где этот перефармленный Эмбер Спирит, я конечно не знаю. Поискать, наверное, в другой игре надо. Сейчас у Афониджи беда полнейшая по фарму. 31 минута. Эмбер Спирит с одним антостайлом из серьезных артефактов. Это действительно не уровень, не показатель. Ну, как-то вроде голову команда ХР все равно поднимает. Файты более-менее удачными становятся. Все-таки не в полнейших ламках на первой карте. Пошли ловить Мизери. А Мизери-то без ТП у нас ходит. Мизери у нас в доту вообще не умеет играть. Ну что, надо ловить Мизери. Сайенс пошел по горцу. Мизери забирает. Вапа, мега килл стрик уже. И где-то, может быть, даже Трун начнет шататься в скором времени под Фатой. Если где-то Фату поймают и пару раз примут. Вообще не лишнее будет для ХРов. Сейчас Клоуд Найн, несмотря на то, что 6 фрагов выигрывает Хелл Рейзер, с Клоуда выигрывают 7500 по золоту, по экспириенсу 2500. Дредтонсульки устроил. Нормальная туса. Блинк Даггер уже есть у Баунти. И, кстати, приятно то, что загнали у нас Баунти Хантера. И по левелу, 9 левел на 33 минуте, это, конечно, провал полный. Здесь захейтили Ноутейла всем, чем только могли. Фата 4300 уже по золоту. Фата может врываться и, в принципе, 1-2 точно выключать из Фата. Фата пока что бегает на хайграунде, пока неорганизованно как-то ведет себя команда Клоуд Найн. Кто где находится, ну и все. Отсюда уходит Биг Дэдди, отсюда уходит Фата. Погнали на топ-лейн, будут пытаться снести Т3. Иллюзии Темплар Ассасин уже по Тауру наваливают. И пешком команда ХР у нас перемещается на топ-лейн. Здесь Горец, в принципе, и в соло может отдефать. ХРам нужно навязать драку. ХРы вроде как посерьезнее стали выглядеть. У ХРов вроде все стало получаться. Есть Каски, есть Дез Вард, есть тот же Дредд, который в любой ситуации может кого-то доподсейвить. Можно бежать и драться. Нужно бежать и драться. Лайфстилера видят и стопят у нас Лайфстилера через чейны. И рейджа не будет еще очень долго. Рейдж у нас только с появлением Истоверны. Этернал Энви появится у него. Забрали очень быстро Лайфстилера, ну и численное преимущество надо реализовывать. Надо врываться куда-то и где-то навязывать драку. 4 в 5 драться уже не станет. Команда Клауд Найна, если и будет, то более-менее цаевого. Без агрессии. Лайфстилера нет, значит нет инфеста. Значит, внутри Бэтрайдера у нас киндер-сюрприза не будет. Команда HellRaisers на Т2 вышли. Мизери решил по топу начать пуш. Я думаю, что не все у Мизери там получится. Все-таки Скайросмак у нас вряд ли пушащим героем называется. Афонин же вместе с Горсом, да вообще со всей компашкой, решили развалить Т2 на мидлейне. Никто им вообще в этом не помешал. Прокликали, где там Биг Дэдди находится. Видят его. У кого есть, кстати, Вижен. У Бэтрайдера вот, все-таки. Все-таки, да, все-таки это не линка, все-таки это рефрешер орб для Бон Севена. И теперь, я думаю, Бон Севен вообще персону Нон Грата в файте будет. Хейтить команде HellRaisers надо сразу же его всем, чем только можно. Бить, бить, еще раз бить. Два лассо дать проюзать у нас Бон Севену. Это лишнее. И я думаю, что и рефрешер орб у нас от Бэтрайдера лишний. Если Бэтрайдер врывается, ставит лассо. И да, его достал, разумеется, Фотик Шилд от Дреда. Если Бэтрайдер врывается, у нас юзает лассо, а лассо сбивает Фотик Шилдом, 100% на Бэтрайдера сразу же вся команда переключается. И дадут ли проюзать рефрешер орб и проюзать еще раз лассо, это, конечно, вопрос. Вопрос явно не в пользу Бон Севена. Ну, ему видится так. Собственно, спорить-то понятно, что с кем тут спорить. Я просто озвучиваю то, что у меня на экране происходит. Я не руковожу ни одним из героев. А руководил бы, поверьте, тут совсем другая история была. Игра бы уже давным-давно закончилась. И не в пользу моей команды, к сожалению. Ну что, у Афониджи уже деньги есть на Баттл Фьюри. По-моему, уже летит. Да, Бродсворд и Клеймор уже к Афониджи прилетает. Манта Стайл есть, есть Баттл Фьюри. По дэмэджу хоть как-то, но Афониджи у нас прилично начинает выглядеть. Горца тем временем. 2700 на руках. После Аганима Вангварда по артефактам ничего не появилось. Поинт Бустер есть у Вич Доктора. 1200 на руках. К Адему еще 1600, даже 1750 надо насобирать до Аганима. У Клоппы появляется Алтимей Торп. И, возможно, у нас Клоппа наконец-то выйдет в Хекс. 3400 уже есть на руках у Артеса. Не знаю, хоть Мидас продавай и покупай сейчас Хекс. Он очень нужен будет в файте. Он всегда очень нужен в файте. И чем раньше, тем лучше. В принципе, у Артеса сейчас после упавшего тавера всего будет достаточно на Хекс. Аганим у Клоппы есть. Хекс 100% нужен. БКБ здесь есть у Темплар. У Лайфстилера, понятное дело, Рейдж. Ну и вон Севна так. Ну что, у нас на топ-лей не драка пошла. Забрали Гадема. Дальше погонят за Мизерю. Мизерю до сих пор нет ТП. Никакого аута отсюда не будет. Ну и улетает отсюда Биг Дэдди. Биг Дэдди шарит в доте. Биг Дэдди с собой ТПшки носит. Скайросмаг здесь бегает с одним Смаком и одним обсервером Ардом. И нет, в принципе, никакого вообще желания у нас у Скайросмага носить с собой ТП. И вот шестой раз просто на ровном месте Скайросмаг у нас сливается. А что примечательно. Если раньше Скайросмаг... Это вот то, что я заметил и то, что вам сообщу. Если раньше Скайросмаг у нас всегда держался рядом со своими товарищами по команде и в основном давила команда Клауд Найн, то теперь ситуация категорически поменялась. Теперь Хелл Рейзер сдавит. И как только Ашеры врываются у нас в файт, в рассыпную бежит команда Клауд Найн. И, собственно, на отступлении ловить их... Ну, это идеально. Для Эмбер Спирита вот такие цели, как Скайросмаг, это просто, не знаю, вишенки на торте. Подходи и забирай. Скайросмаг уже, по-моему, не первый раз у нас это фониджи сгорает. Ну, и приятно, что Клауда начинают где-то побаиваться. Команду ХР в открытые файты не влезают. Где-то одиноких каких-то ребят отлавливают. Пытаются разобрать. Да, это все получается. Но где-то в какое-то открытое сражение 5 на 5 Клауда не вступают. Это означает только одно, что у Клауда немножко где-то побаиваются. Команду ХР. Это в любом случае всегда играет на руку лидирующему коллективу. Хотя по золоту в любом случае Клауда сейчас впереди. Афониджи на нижней лайн. Фатов, Хексия. Артес вот, наконец-то, завязал свой Хекс. Дезвард очень быстро разобрали Темплар Ассасин и бежать отсюда Биг Дэдди. А что еще остается? Тут Темплар Ассасин вообще с землей сравняли. Моментальный рассказ от всех и всем, что только было. Квапа, Соник Вейв не пожалела. Че жалеть? Есть, в принципе, Аганим. Есть Хекс. Всего, в принципе, у Артеса достаточно. И где-то на пятке уже Фати наступает по фарму. У Темплар Ассасин БКБ. И из дамажащих артефактов только Кристалис появился. У Найт Сталкера. 3600 на руках. Горец, купи ты уже что-нибудь. Лучше бы эти деньги были у Гаддема. Тут Дезвард пробустить за счет Аганима вообще не было бы лишним. Так, Баунти Хантера у нас забрали. Так, я немножко Альт Таблс осмотрел, как там стрим идет. Извиняюсь. Дичайше. 16-25 счет. По золоту все равно Клоуда впереди. 5000, но... Они выигрывают. По мидлейну готова заходить команда Хелл Рейзерс. Флейм Брейк полетел. Не сильно страшно. Кстати, а что там по Мекке? Мекки ни у кого не было, нет и не планируется, да? Да, вовремя я вспомнил про Мекку. 41-ая минута. У нас уже заканчивается. Ну и команда Ашер даже не задумывалась о данном артефакте. И без него нормально себя чувствует. Ну все, до смерти, до появления, точнее Фаты, решили забрать Т1. Ну что, Афоник же сразу же сбрасывает с него. Афоник Шилд. Ну и то, о чем я говорил. Рефрешер Орк можешь, в принципе, оставить себе. Боун Севен у нас отваливается в таверну. И Боун Севена не будет. Зато Байбека не будет у нас Боун Севена. Байбек сразу от Бэтрайдера. Гадем. Дезвард, в принципе, провязал. Продамажил неплохо всех. Убили у нас Карасмага. Фата на лоу ХП. Фату отправляют в таверну. Дредд под собственным ультом. Но и Дредда практически никто не дамажил. Дредд дэнает сам себя. Горца поймали у нас Лассо. Этернал Энви начинает наваливать у нас по Горцу. Горец очень сильно проследает по ХП. Ну и должны Горца забирать. В итоге убили у нас Афониджи. Убили Горца. Ну что там? Три в четыре получается. И выкупается еще и Афониджи. Очень не кстати. Эмберспирит выкупается. Ремнантов здесь не было. И прилетать было бессмысленно. Да, три в четыре все-таки подрались. И больше по золоту потеряли Хэйры в данном файте. Чем игроки команды Клауд Найн. Фатта не байбекался. У Фаты есть байбек. Фата его не юзал. С нервами у Фаты все в порядке. Никаких рейджей. Ничего такого не требуется. А вот Бон Севен где-то да пригорает. Хотя опять же не появись у нас Бэтрайдер. Не проюзай в Горца Лассо. Попробовали бы еще Горца забрать. Соло я думаю. Найт Сталкер вряд ли бы отдался у нас с Этернал Энви. Хотя и Этернал Энви по золоту уже. Прилично себя чувствует. И по артефактам тоже всего предостаточно. Да и по фарму на 6 с копейками тысяч опережает у нас Найт Сталкера. Вот так вот. Ничего себе обсуждал я Этернал Энви. Как он там по золоту чуть-чуть где-то поднялся. Он не чуть-чуть поднялся. Я думаю что за эти деньги уже вся команда ХР готова бы работать. Двое суток без продыху. Есть уже Абисал Блейд у нас. У Этернал Энви. Поймали Афониджи. Сразу же разобрали Афониджи. У Эмбер Спирита нет байбека. И этот байбек был проюзан непонятно вообще зачем. Когда Этернал Энви умер у нас на хайграунде команды Клауд Найн. А теперь Роха появится через минуту. Ну к тому времени конечно Эбер должен у нас появиться. Но успеет ли он добежать? Успеет ли побороться за Рошана? Думаю вряд ли. Этернал Энви. На хайграунд команды Хелл Рейзерс. Рейш провязал у нас Лайфстилер. Пошел пилить Гадема. Гадем сразу же уходит у нас в Геосептер. Ну и опять же Дредд. Дредд всегда рядом. Дредд спешит на помощь. Гадем бежать отсюда. Один удар от ФАД. Еще один удар. Гадем рассыпется. Трэп под ноги Гадема. Каски полетели у нас. Дезвард пошел. Причем с Аганимом Дезвард. Ну и все. И уходит у нас из зоны поражения Лайфстилер. Половину ХП всего лишь сбили. Врыв на Артеса. Артес отсюда упрыгивает. Дредд. Сейв свою команду. Делай что-нибудь. Как же не хватает Этернал Энви. Гадема поймали. Гадема вытаскивают под Файрфлайем. Ну и Гадлайк для Артеса. Как так получается? Что там вообще Артес творит? Артес у нас разваливает Скайлос Мага Фата. Начинает бить Гадема. Гадем на Лоу ХП. Сам себя выхиливает. За Биг Дэдди побежали Артес. Дальше. Хекс откатился на Фату. Ну и здесь вгрызается у нас Тернал Энви в Артеса. Боже, аж голос пропадает. Закончите вы этот файт. Дайте отдышаться. Фата на Лоу ХП. Фату забирают. Фата с байбэком. Но его в любом случае забрали. И Артес у нас выпрыгивает просто. На собственный хайграунд под Фонтаном. И должны забирать Лайфстилера. Вот так вот Дредд. За всю боль и печаль. Которую пришлось пережить в его команде. 21-31. По итогу файта. 2 700 зарабатывает команда. Хелл Рейзер с фати. И 1700 теряет Клауд Найн. И 6 800 по экспириенсу Хэйры. Но это серьезный поворот. Правда, есть один минус. Минус небольшой. Те, кто следили у нас за ботомлейном. Этот минус видели. Но с другой стороны. 45-ая минута. Как можно вообще? Это стыдно вообще оставлять стороны стоящими. Нет низа у команды Хелл Рейзер. А у коллектива Клауд Найн. Только Т3 снесли на мидлейн. Еще до сих пор стоит Т2. Но здесь Т2 на мидлейне стоит. Со стороны команды Хэйр. В принципе, ситуация относительно равная. Правда, с небольшим плюсиком для Клаудов. Хэйры на Рошана выходят. И Клауда сюда просто-напросто не успеют. Да и успевать без Фата и без Этерна Ленви бессмысленно абсолютно. Просто будет минус 3 для Хэйры. Бэтрайдер уже приобретает себе Блэк Кинг Бар. Бон Севен по-прежнему очень уверенно себя по золоту чувствует. На первом месте уже Артес. У Артеса Гадлайк. 14 на 4 счет. Есть Хекс. Есть Аганим. Есть Еул. Есть Ботс оф Тревел. И вот это вот у нас превратится в Шивас Гвард. Да, уже Мистик Став лежит в Курьере. Но Артес классно, конечно, нафармил. То, чего не дали ему заработать на собственном лайне, то он заработал в мидгейме. Ну и в лейт выходит очень серьезным демэдж дилером. Так, врыв у нас на Горца. Бэтрайдер под БКБ. Вытаскивает Горца. Еще один сейчас будет лассо у нас от Бэтрайдера. Летает, не знает кого зацепить. Дезвард пошел у нас от Гадема. Гадем летает в Юули. Ну и Гадема, в принципе, лишают возможности как-то Дезвард этот на фул раскастовать. Минус 2 сделала команда ХР. Афонин же у нас теряет Аэгис и бежать отсюда. Этернал Энви нарезает Дреда очень серьезно. На 14 секунд до ульта по этому Дреду вообще нельзя подставляться. Подставится Дред, это минус вообще вся команда. Разорвали в это время Фату. Фата сразу же байбэк. Этернал Энви. Под одними касками стоит Артес. Бежать отсюда. Шива есть. Хекс есть. Надо просто выжить в этом файте. Тут уже все. Тут уже... Ну, тут погнали команду ХР. Так разваливаться на отступлении, это, в принципе, классика. Я думаю, что если сейчас что-то невменяемое не произойдет у Ташеров, то посыпятся все, кто только может здесь посыпаться. Фата с Этернал Энви. Забрали Афониджи, забрали Горца. Два важных героя. Да, Артес остался живым. Артес может дефать. В принципе, хотя бы крипов через Соник Вейв отпушивать. И то будет не лишним. Бэтрайдера развалили в фате. Два лассо Бэтрайдер так и не проюзал. Проюзал у нас Бэтрайдер Рефрежер и со вторым лассо отправился под фонтан. По золоту Клауд Найн. Выигрывают всего-то 2,5. По экспириенсу ХР 11 тысяч. На 50-й минуте вроде бы немного, но все равно приятно. Так, Этернал Энви у нас. Проседает по ХП дичайшим образом. Артес дальше за Этернал Энви. Просто с руки валит у нас Лайфстилера. И Лайфстилера, где такое вообще можно видеть. Лайфстилер, который на 50-й минуте бегает у нас от Квапы по всей карте. Развалили Лайфстилера. И все, и команда Клауд Найн отступает. Там припекло, конечно, Лайфстилер. Убежал как полоумный из файта. Ну и Артес более чем уверенно себя чувствует. Вот ему бы какой-нибудь артефакт еще на подсейв, какой-нибудь БКБ не помешал бы совершенно. Потому что неприятно было бы встрять где-то в Лосо и под Мистик Флеером просто сгореть. Не для того вообще мама ягодку растила. Не для того действительно Квапа столько фармила. И так хорошо себя Артес сейчас по золоту чувствует, чтобы где-то сливаться от каких-нибудь несчастных Скайлосмагов. А это вполне реально. Два Лосо и Квапа у нас терпит-терпит еще раз и терпит. А где-то может даже и замаячит у нас на горизонте Хекс. Команда Клауд Найн? Нет, пока до этой страницы в учебнике по Доте Клауд Найн не дошли. Да, никто. Все без Хекса. С 49-я минута. Хекс никого не интересует. Артес дальше фармить. У него 24 600. И вот Лайфстиллер, который на втором месте. Который в принципе-то, ладно представить, что сильно отставал бы у нас по Нетворцу или по левелу Лайфстиллер. Нет, Лайфстиллер 23-го левела. Топ-2 Нетворца на карте и он бегает от Квапы. Ну что, опять будет попытка от команды Hellraiser зайти на хайграунд. Можно попытаться снести мид. Хекс пошел у нас по Боун Севену. Артес гонит у нас Боун Севена, Соник ВФ Боун Севена и надо цеплять его. Вот она шива. И вот то, о чем я говорю. Просто Мистик Флеер и просто Квапа практически без ХП. Был бы здесь БКБ, не было бы таких проблем. Артес на лоу ХП бежать отсюда от голубей. Афотик Шилда подхилит его Дредд. Дредд у нас никого не хилит. И все, Квапа умирает. Квапа умирает от Мистик Флеера. Позор вообще и плач для команды Hellraiser. Этернал Энви начинает наваливать Афониджи. Афониджи на лоу ХП на Ремнант и бежать отсюда. Еще один удар. Афониджи рассыпается. Минус 4 уже для команды Клауд Найн. Ну и горца отсюда не отпустят. Даблкилл для Этернал Энви. Это отсутствующий Блэйкинг Бар на Квапе. Деньги были. Продавай кедрени фени вообще. Этот Мидас и покупай себе Блэйкинг Бар. Квапа, что происходит? Еул этот на какой пес нужен был. Бэтрайдер давным-давно бегает с Блэйкинг Бара. Об этом знали. Какой тут БКВ? 8 секунд. Это значит уже в одном файте Бэтрайдер светил свой Блэйкинг Бар. И почему не отреагировал Аквапа, мне непонятно. Но оставил еще деньги на Байбэк. Будут пытаться дефать. Фата очень быстро у нас разваливает Бараки. Точнее на Фату. Врыв Фату должны развалить. Убивают Фату. 120 секунд не будет его. Кстати, Байбэк это у Фаты нет. 3 минуты еще не будет Байбэка у Фаты. Надо гнать всю команду вообще поганой метлой отсюда. Всю команду Клауд Найн. Ортес дальше за Этернал Энви. И опять Этернал Энви у нас бегает от Ортеса. Поднял ветра у нас Ортес. Ждет, ждет где команда. Дальше, дальше за Лайфстилером. Тут Рейдж ТП Аут будет. Надо продавать Барабаны Лайфстилеру и бежать отсюда. Нет, что-то другое у нас продал Лайфстилер. И ТП Аут делает. Все, молодец Лайфстилер. Все хорошо сделал по данной ситуации. Ну, у нас по кухе бы относительно Лайфстилер был. Хотя мне показалось или там... Нет, я думал с Инжиньяш Лайфстилер продал. Барабаны нулевые до сих пор у него в Итембилде. Я так и не заметил, что там Этернал Энви продал. Напишите в чат, если не сложно. А чтобы я хотя бы знал, что можно продавать, когда за тобой сумасшедшая Квапа несется. На 52-й-то минуте. На первое место Этернал Энви выходит. 25 тысяч по золоту у него. 24 для Квапы. 22 с копейками для Темплера Сассин. Кстати, у ТА не такой уж и крутой запак на самом деле. Для 52-й минуты. Да и Далус это все хорошо. Дезолятор это уже как бы и бомжовый артефакт. К данному-то времени БКБ. 5-секундный. Бутс оф Тревел. Ну и Талисман оф Эвейджен. Все. Никакой бабочки. Никаких тебе... Классный ТП от Мизери. Никаких тебе, я не знаю, Тарасок на подсейтке. Раз или еще чего-нибудь. Темплера Сассин. Ну 8 смертей с другой стороны. Много золота подарила своим оппонентам. Бон Севена. 2500 на руках. Зачем Мом Бэтрайдеру я не понимаю. Наверное, чтобы быстрее как-то уносить в Лассо свои жертвы. Бэтрайдер очень быстро у нас сгорает. Когда влетает с Лассо по ХП у него не такой уж большой показатель. Еще и под Маску в Мэднес. Там Соник Вейв ловишь и сам разваливаешься. Ну что. Топ. Ботом Лайн. В принципе, до Хайграунда уже подпушен. Со стороны команды Хелл Рейзерс. А в это время... В это время уже у нас практически догорает последний барак на топ Лейне. Ранжевой барак только не добили игроки команды Клауд Найн. Ну и последняя линия стоит командой Хейер. Надо, я думаю, попытаться где-то кого-то в смоке выцепить и пойти снести. До основания вообще Тавру... Тавру... Базу, конечно же, команды Клауд Найн. У Гадема есть Аганим. Третий Дез Вард. У Найт Сталкера есть Кераса, есть Аганим. Ну что, пошел у нас врыв. Улетает на Хайграунд Бэтрайдер. Вся команда Хейер. Слегка всего лишь бита. Так, врывается Этернал Энви. Гадем. Выхиливают потихонечку у нас Гадема. Гадем успеет ли вообще проюзать у нас Дез Вард? Еще один голубев Гадема. Соник Вей пошел от Квапы. Апонин же на лоу ХП. Забрали только Бэтрайдера. Ну и здесь Этернал Энви гоняет Дреда. У Дреда ульта... Ульта в откате у Дреда. Дред погибает. Артес на лоу ХП. Еще и под Сайленсом. Где твой БКБ? Дред... Ой, Дред. Артес, конечно же. Артес у нас на лоу ХП. Убегает в итоге под Фонтан. Минус 4 сделали. Или минус 3. Горец выкупался ли? Нет, Горца у нас флеймбрейком запихнули. Или Лассо. Я не знаю, чем тут запихнули Ласс Горца на хэкграунд. Горец. Горец здесь еще простоит до Курьера. В принципе, ладно. Дайте отдышаться. Что у нас вообще по ситуации? Да у нас по ситуации Мидлейн падает со стороны команды. ХР. Ну все, мега крипы. Что теперь делать? Непонятно. Фата врывается у нас на Артеса. Фати сидел Этернален. Киндер сюрприз свое дело сделал. Гадема гонят. Горца гонят. Дред опять не выдерживает. Good game, well played. Барахтались, барахтались. Игроки команды Ашер. И в итоге подслили. Файт. В итоге что в итоге? Тухлая аналитика. Минутка тухлой аналитики. Пам-пам. У нас... Квапа не купила себе БКБ. На 53-й минуте осталась без магического дефа. В итоге бегала под Сайленсом от какого-то несчастного бомжового Скайросмага. И все ее пинали. Запинали. Ну просто какие-то безрукие инвалиды пришли. Запинали у нас Квапу, которая переформила вообще всех абсолютно на карте. Так бывает. Так бывает, когда ты где-то недоконтролил. Когда ты где-то... Не дочитал игру. Я не думаю, что Квапа не думала об этом. Скорее всего думала. Может быть времени не было. Может желания не было. Ладно. В любом случае Хэры вылетают у нас из Лузер Брекет. И игроки команды Клауд Найн отправляются дальше. Там кто свалится им на голову из верхней сетки, узнаем немного попозже. Я на этом прекращаю сегодняшнюю трансляцию. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо тем, кто смотрел данный стрим. Не забывайте, подписывайтесь на наш Твич. Абсолютно бесплатно это все. Никаких у нас платных подписок. Делаем для себя, делаем для вас. Делаем хорошо. По крайней мере стараемся. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь там. Если вдруг какие-то вопросы, задавайте их в личку. Буду читать, буду отвечать. Ну и главное это подпишитесь на Твиче. Уже эти 2496 уже достают просто эти фоллоу. Ну а все вводы, которые вы пропустили, будут на нашем Ютуб канале. Все. День был долгий, день был тяжелый. Много Азии, много Европы. Уже завтра услышимся. У нас там тоже продолжение азиатского дивизиона. Это была студия игрокам ТВ. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. До скорой встречи. Услышимся.